В зоне АТО на Донбассе с начала суток режим тишины сохраняется вдоль всей линии соприкосновения. Сообщили в штабе АТО. В УСУ придерживаются минских договоренностей, заявляют военные. Пока на передовой тишина бойцы оттачивают навыки во время учений. На одном из них побывал наш военкор Игорь Левенок. Днистер, Ясула. ПРК 12-13. ПРК 12-13 прием. Это язык, на котором разговаривают артиллеристы. В зоне АТО боги войны оттачивают свое мастерство. Батарея должна занять позицию и развернуться за 8,5 минут. Бойцы выполняют норматив на полторы минуты раньше. Мы сейчас развернулись в межах 7 минут. Разрекунки научены, тренированы. Поэтому и такие результаты. В войне артиллерии побеждает тот, кто быстрее выполнит задачу. Эти учения без боевой стрельбы. Но и здесь на счету каждая секунда. 8 снарядов в минуту. Расчет должен успеть подавить огневые точки противника. Промедление может стоить жизни нашим солдатам. Дальность стрельбы этих пушек 24 километра. Орудия еще советской разработки. Год выпуска 89-й. Но артиллеристы уверяют, из них могут не только танк подбить, но и воробья в небе подстрелить. Фактически ее называют снайперской гармотой. Среди артиллеристов в основном молодые парни-контрактники. Говорят, стрельба из пушек – это целая наука. Здесь и математика, и геометрия, и тригонометрия. Павел – корректировщик огня. За ухом карандаш, а в руке планшет. Правда, не электронный, а обыкновенный. Координаты парень рассчитывает в уме. В школе был отличником по математике. Считает так надежнее. Извилины работают, улучшается реакция. Я сам выраховываю, мне дают только прицелы, ревни, Кутомир и Верховный. Ничего, просто умеете выраховывать. Армейцы говорят, к сожалению, такие орудия есть и у противника. Их завезли из России. На этой неделе из подобных пушек боевики обстреляли село Подлесное в Луганской области. Согласно Минских соглашений, наша артиллерия отведена от линии фронта. Но военные утверждают, если подобные обстрелы повторятся, они смогут врага успокоить. Если кто-то не выяснит, что нужно ответить, то можно ответить. Самостоятельно, конечно, это не будет, потому что это порушение Минских соглашений. Игорь Левинок, Андрей Костюк, Сергей Байдала. Из Луганской области подробности. Телеканал Интер.